Состоялся государственный визит Александра Лукашенко в Азербайджан. Надо сказать, в дипломатии это наивысший протокольный статус визита. Все под стать уровню взаимодействия между странами. Более трех десятилетий нас связывает прочная дружба, основанная на очень добрых и доверительных взаимоотношениях между лидерами. Предсказуемо у политиков был очень насыщенный переговорный марафон. Суммарно, Александр Лукашенко и Ильха Амалиев общались 18 часов в различных форматах. Кардинально обновилась дорожная карта сотрудничества. Обычная торговля – это слишком мало для такого уровня партнерства. Приоритет совместным проектам от сельского хозяйства, промышленности, фармакологии до участия Беларуси в возрождении территории. Об этом лидеры в том числе договорились в ходе официальных переговоров. Разговор продолжили и непосредственно на месте, восстанавливаемых сейчас в городах Физули и Шуша. Основные итоги президентского визита в Азербайджан в репортаже Илона Красуцкой. Некоторые назвали визит нашего президента в Азербайджан неожиданным, но предсказуемо сделали псевдосенсацию после посещения Карабаха. Во-первых, никакого ножа в спину, как подают. Сам Пашинян признает Карабах в составе Азербайджана. Эти земли вернулись в 2020 году под контроль официального Баку. Но оппозиция нашего президента по этому вопросу всегда была очень четкой и принципиальной. Стороны должны договориться о мире. Как и открыто, Александр Лукашенко всегда предлагал свою помощь в восстановлении территории. Это не внезапное предложение. Эту честность и открытость здесь очень ценят. Надо признать, что те процессы, которые происходят, происходили в крайние годы в нашем регионе, они были весьма сложны. И нужно признать, что далеко не все страны нашей географии продемонстрировали вот такую, я бы сказал, адекватную оценку тех позиций, тех процессов, которые происходят в регионе, да и в мире. И вот нынешний визит главы вашего государства еще раз продемонстрировал, что, в общем-то, наши лидеры сверяют часы и формируют нашу совместную межгосударственную повестку. Ильхам Алиев сам сядет за руль и покажет белорусскому коллеге, как восстанавливают и развивают карабахские территории. Построили очень быстро Физулинский международный аэропорт. Он связал Баку и Карабах. Вот это мы на 8 месяцев построили. Смотрится нормально, постойно по уму. Заново отстраивают города. Уютное жилье и необходимая инфраструктура – только начало. Что еще? Я говорю, когда я был в мае, а я говорю, в мае отец был председателем КГБ. Мы дали 3-комодную квартиру, где мы жили. Часть у нас есть семьи. В мае у нас уже 48, 48, 48 квадратных метров. Здесь 84. И жили, и считалось, что это дом. А те, кто сюда переселяются, проводят за жеремью. Человек-то транслируется, а они приходят, вытягивают. Где-то только. До такой квартиры что? Чтобы никаких не было неудобных. Ну, как в советские, по-моему, времена тоже. Номер вытянутый. Да, да, да. Очень правильно. Красота местных территорий просто завораживает. И почва здесь очень плодородная. Поэтому подарок Александру Лукашенко кстати. Пользуйся. Понравится. Добавим. Тракторы «Беларусь» здесь очень хорошо знают. Более того, 80% местного рынка занимают наши сельхозмашины. Мы их выпускаем совместно на Генжинском автомобильном заводе. Не только автопром. Беларусь готова подставить плечо по любым направлениям. Конечно, Азербайджану понадобится время, чтобы организовать систему. И любая помощь очень важна. Люди хотят вернуться к нормальной жизни. И для обеспечения этой задачи предстоит сделать немало, укрепляя экономику. Этот населенный пункт рассчитан на 420 семей. Это нечто похожее на наш классический отечественный агрогородок. Именно в таком ключе мы его будем развивать. Это будет пробный объект. И посмотрим, как у нас будет получаться. Думаю, что за ближайшие несколько месяцев мы уже разработаем и представим нашим коллегам из Азербайджана концепцию, которую они одобрят. И мы уже будем активно дальше работать. Если у нас все будет хорошо получаться, в ближайшем будущем мы распространим нашу работу еще на несколько объектов. Мы, в принципе, готовы к такому сотрудничеству. И если все будет достаточно энергично, то к 27-му году мы уже зайдем широкими строительными силами. То есть мы уже приступим к возведению ряда объектов. Опыт Баку в вопросе мирного обустройства важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Сценарий тот же. Рано или поздно война закончится и придется все восстанавливать. Оценки точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. Что касается экономики и упреков, мол, предлагаем что только можно. Да, ситуация с санкциями нас активизирует. Но и среди предложений все то, в чем заинтересован Азербайджан. Даже на примере совместного производства комплексных удобрений. Ими можно обеспечить весь регион. Китай, Индия, Турция – огромные рынки наших партнеров, где мы уже давно и в разных форматах работаем каждый по своим направлениям. Ну а если будем делать это вместе, еще лучше. Азербайджан предлагает Белоруссии активное участие в проекте «Север-Юг», где Азербайджан наряду с Россией и Ираном является одним из важных участников. И здесь, конечно, для Белоруссии открывается возможность посредством российской территории, дальше через Азербайджан, выходить на рынки Ближнего Востока, Среднего Востока. Очень большие перспективы есть для нас. Что касается сельского хозяйства непосредственно, мы знаем, что мы сегодня заинтересованы в массовом отделе территории. И эти территории в основном были в прошлом, они предназначены для сельского хозяйства. Я думаю, что совместными усилиями мы сможем там создать хозяйство. Я думаю, что и белорусскими, как оборудованием здесь сегодня, и, естественно, и технологиями сможем воссоздать ту, скажем, агропромышленный комплекс, который существовал до. Высочайший уровень доверия Азербайджана, как и сам прием, говорит об уровне отношений между странами. Белорусского лидера и всю делегацию встречали по высшему разряду. Никаких противоречий или неразрешенных вопросов. Все, о чем договорились, все проекты закрепили документально. Ни у кого не вызывает сомнений, что Белоруссия и Азербайджан – это два надежных друга. Это основа наших межгосударственных отношений, потому что только в обстановке взаимного доверия можно уверенно двигаться вперед, всегда рассчитывая на взаимную поддержку в любой ситуации. У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем даже, если бы услышал кто-то, какие вопросы они подумали, какие же у нас отношения. Самое доброе, самое близкое, мы как братья общаемся, мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется. В Баку проходит крупнейшая выставка «Каспиенагра», где в том числе представлены белорусские производители от кондитерки до автопрома. Еще одна хорошая реклама наших возможностей – это будет существенная прибавка к торговле. Задача здесь – миллиард долларов. Очень приятно, что люди приходят на выставку пробовать продукцию и говорят, мы вас покупаем. Это прекрасно. Я президент, и твою продукцию тоже привез. Спасибо, Александр Григорьевич, спасибо огромное. Улетая домой, Александр Лукашенко пообщался прямо в аэропорту с послом Равковым, а затем с сопровождающими лицами обеих делегаций. Им реализовывать все, о чем договорились на высшем уровне. От поставок техники до строительных проектов на возрождаемых территориях. А результаты не исключено обсудят в том числе в Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить с ответным визитом нашу страну. Илона Красуцкая, Богдан Петрашко, Ксения Ишкула и Александр Олешко. Агентстватель новостей.